Здравствуйте! На канале Десна ТВ Новости с вами в студии Виталий Волков. Сегодня, 27 июня, отмечается национальный праздник молодых людей. День молодежи традиционно проходит очень масштабно по всей стране. В нашем городе мероприятия, посвященные этому празднику, пройдут 30 числа на городском пляже. Начнется программа в 15 часов. Ну а пока давайте узнаем, что уже произошло в нашем городе. Итак, основные темы выпуска. Разрешены мы сработали в районе 23-го дома, 16-го дома. Сейчас ведутся работы по восстановлению благоустройства. Плановое совещание руководителей подразделений администрации. Самое главное, что дети довольны. Это все было ради того, чтобы дети были счастливы, ради того, чтобы им было весело. Веселый спектакль в Доме детского творчества. Ребята смогли проявить себя, показать, на что способны, и приобрести определенные знания, умения и навыки по борьбе с зависимостью. Антинаркотический форум в Рославле. Дети заняты, дети развиваются. И просто, ну, весело. Детский праздник «Микрошка» в центре города. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. 26 июня в администрации прошло плановое совещание. В нашем сюжете мы расскажем вам, какие вопросы будут решать на публичных слушаниях и какая развлекательная программа ждет десногорцев на День молодежи. Проводил совещание заместитель главы по экономическим вопросам Антон Шестеряков. Председатель комитета по городскому хозяйству Марина Кулакова сделала объявление для жителей 8-го микрорайона. Информируют жителей индивидуальных жилых домов в деревне Сосновка о проведении в период с 2-го по 7-го по 5-е и 7-е и 18-го года по хозяйственному учету и просят владельцев индивидуальных жилых домов показать содействие специалистам комитета в предоставлении необходимой информации для заполнения по хозяйственным объектам. Генеральный директор МОПК КП Вячеслав Седунков сообщил о ходе ремонта в многоквартирных домах и на теплосетях 2-го микрорайона. Завершены у нас работы в районе 23-го дома, в районе 16-го дома. Сейчас ведутся уже работы по восстановлению благоустройства. И продолжаются активные работы на мегстральных сетях в районе Митрина и в районе 43-го дома 4-го микрорайона. На многоквартирных домах состоялись конкурсы, приступают к работам подрядчиков по ремонту крови. На предстоящей неделе пройдут мероприятия, посвященные Дню молодежи. 30-го числа в субботу мы приглашаем всех в аудиторию «Моторого пляжа» с 15.00 до 22.00. Афиша и вся информация о мероприятиях размещена на информационных площадках. Школа города заканчивается итоговая аттестация выпускников. Завершается государственная итоговая аттестация для выпускников 9-11 классов. И на этой неделе, 26-го, 27-го и 29-го июня, в районе выпускные вечера в школу. Также продолжается летняя оздоровительная кампания. И сейчас уже идет прием у лагеря дневного пребывания на второй смене. Во второй смене у нас будут работать лагеря на базе Дома детского творчества, школа номер 3 и школа номер 1. Безработица в городе составляет 0,68%. В Сочи на гоночном треке прошел тест солнцемобиля Soul. Это разработка петербургских ученых. Отечественному солнцемобилю не нужно топливо. Он работает за счет солнечных батарей, которые установлены на крыше. Дополнительная помощь идет от литий-ионных аккумуляторов и электродвигателя. Эта модель Soul выглядит очень футуристично. Настоящий гаджет из будущего. В том числе благодаря спрятанным в корпусе колесам. Скоро прототип повезут на соревнования в США, чтобы показать себя и посмотреть на конкурентов. Возможно, в будущем солнцемобиль станет многоместным, фактически семейным. Серийное производство в России изобретатели запускать пока не готовы. Солнечные модули стоят очень дорого. Заканчивается первая смена лагеря созвездия детского домотворчества. По этому случаю вожатые подготовили яркий спектакль. 25 июня зал дома творчества полон ребятни. Они с нетерпением ждали начала спектакля, который подготовили для них вожатые. Идея спектакля необычна. Вожатые разделились на два лагеря. Одни серые, скучные, которые заставляют детей только учиться и говорят «нет безделью». А другие – стиляги, яркие, интересные. Любители танцев, песен и развлечений отвечают «строгости и учебе нет». Ребята смотрели, как завороженные, и громко аплодировали. В завершении спектакля все герои соединились и пришли к единому мнению, что настоящие вожатые только те, которые не только танцуют, поют и играют с детьми, но и вместе с ними познают что-то новое. Я пришла к вам, я хочу быть как вы, чтобы без этой строгости, серости, учебы в каникулы и всего такого. На самом деле, только мы вместе можем быть настоящими вожатыми, соединив все наши умения. Не только петь, танцевать и играть нужно уметь с детьми, но и познавать что-то новое. Посещать самые разные места и все-таки учиться, хоть и не так, как в школе. Лето все-таки, но строгость тоже иногда не помешает. Мы должны быть вместе! Идейным вдохновителем и сценаристом стала Марина Новикова. Она выпускница театра «Гном», студентка Санкт-Петербургского университета искусств и культуры. Я написала сценарий к этому концерту, полностью весь сценарий. Мне он пришел очень спонтанно. В принципе, я думаю, что все получилось. Самое главное, что дети довольны. Это все было ради того, чтобы дети были счастливы, ради того, чтобы им было весело. И вот эта вся основная задумка, что должны быть все вожатые, которые их веселят, все-таки с ними работают. И чтобы дети вот так же ярко и громко кричали «Да! Вожатые!» и все такое. Мне кажется, это большое счастье и для меня, и для ребят. Вожатые поделились своим впечатлением. От идеи спектакля и рассказали о эмоциях, которые испытали, выступая на сцене. Текст там, сценарий был написан очень быстро. И вот Марина, она сама написала все песни, весь сценарий. Этим мы, конечно, восхитились, потому что это довольно сложно для нашего понимания пока что. Вожатый он на то и вожатый, что он должен уметь делать все быстро. И даже когда он сделал это за полчаса, это должно быть ярко. И когда мы готовимся, это всегда бомба. Вот такой интересный спектакль останется ярким воспоминанием у детей, и они запомнят эту лагерную смену надолго. Выборы Смоленскую областную думу 6-го созыва состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Чтобы процедура прошла честно и открыто, областная избирательная комиссия и региональное управление Министерства юстиции подписали соглашение о сотрудничестве на период подготовки к выборам. Они будут обмениваться сведениями о финансировании партии и контролировать законность пожертвований в избирательные фонды кандидатов. В средней школе номер 7 города Росоль состоялся традиционный молодежный антинаркотический форум. Подробности далее. На встречу были приглашены учащиеся средних учебных заведений города Росоль в возрасте от 14 до 16 лет. В мероприятии приняли участие сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской области, Росольский комитет образования, педагоги-психологи и преподаватели Росольских школ. Цель форума – пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде. Данный форум разделялся на три блока. Первый блок был информационный, а второй блок – профилактический, где ребята смогли проявить себя, показать на что способны и приобрести определенные знания, умения и навыки по борьбе с зависимостью и вредными привычками. Мероприятие прошло в форме открытого диалога. Каждый участник мог задать вопросы и поделиться своим мнением. Особый акцент был сделан на то, что наркозависимость – это не вредная привычка, а опасная болезнь, ежегодно уносящая тысячи молодых жизней. Полицейские напомнили школьникам о предусмотренной ответственности за нарушение законодательства области незаконного оборота наркотиков. В свою очередь школьники подготовили концерт, посвященный здоровому образу жизни. В Починковском районе отметили 108-ю годовщину со дня рождения великого поэта и нашего земляка Александра Твардовского. В Доме культуры собрались поклонники его творчества из семи районов Смоленщины. В рамках фестиваля прошли поэтические чтения и мастер-классы. Всем желающим прочитать стихи Александра Твардовского предоставлялся свободный микрофон. По традиции во время праздника вручили очередную литературную премию имени Твардовского, которая в этом году досталась писателю Смоленска Олегу Ермакову. Прозаик издал книгу-исследование, посвященную местам, связанным с семьей Твардовского. Не первый раз микрошка собирает детвору на центральной площади около городской эстрады. Чем в этот раз развлекали детей волонтеры ОСА, мы расскажем в следующем сюжете. Время школьных каникул и прекрасная погода. Ничто так не располагает к хорошему настроению. Особенно если с родителями прогуляться по нашему красивому и уютному городу. А тут веселый зазывало громко приглашает поиграть под задорную музыку. На его зов сбежались десятки ребятишек разного возраста. Дружный хоровод способствовал знакомству. Каверзные вопросы викторины не смущали детей. Они хотели всем показать, как хорошо они знают стихи и любят сказки. А какое лекарство предпочитают Карлсон? Какое? Каверия! Что-то вы знаете. А кое-кто, похоже, смотрит чемпионат мира по футболу. Волонтеры со сцены задавали тон веселья, а дети на площади радостно повторяли за ними движения танцев под знакомые песенки. Все, кто пришел на праздник, охотно делились впечатлениями. Интересно. Для маленьких детей больше интересно. Ну, то, что тут очень интересно и весело. Дети заняты, дети развиваются. И просто, ну, весело, празднично. И побольше бы для детей. Я считаю, что это правильное и нужное мероприятие, которое, во-первых, дает детям радость, движение, здоровье. Ну и развитие. Это нужно. Для детей очень интересно. Для нашего города это здорово. Заразились весельем не только дети, но и взрослые. Кто хочет повеселиться, то будет веселиться. В ночь с 27 на 28 июня в небе можно будет увидеть редкое астрономическое явление – две луны. Великое противостояние Марса и центральное полное лунное затмение. Как говорят специалисты, красная планета пройдет совсем близко от Земли. Астрологи обещают, что смотреться это будет очень красиво. В Десногорске 28 июня будет тепло. Днем плюс 27, ночью плюс 14. А на сегодня новостей больше нет. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин